давайте мы перейдем к другому сегменту нашей программы я дал возможность вот у нас была совсем недавно программа с одной известной женщины ясновидящая на парапсихолог с ней очень хорошо знаком ее зовут лариса суверон андрей слушал ее программу где она объявила о том что в середине июля будет какое-то очень и очень серьезное событие гео там скажем не знаю политическая ночью какой-то какая какая-то катастрофа короче говоря и вот андрей сразу сказал ну можно посчитать а где это возможно поскольку она не знает вот она только видит но ясновидящие они же такие они же не знает где они видят вот какие-то такие видения о том что как она сказала она видела лаву в общем там что-то землетрясение вулкан не знаю андрей как вы по вашим прогнозам расчетом точнее если это произойдет с 15 точнее июля не конкретно 15 июля с 15 опять же руководство радиостанции не несет никакой ответственности за мнение гостей но это прогноз а то конец света и все там строить бункера вот я можно даже отвечать я что хотел сказать я как раз опять несколько забегая вперед мы тоже забегая вперед а в принципе в тему напомнить что она говорила ну во первых очень интересная женщина то есть действительно ли он так послушал мне понравилось как энергетики как человек такой что в общем-то озвучивать какие-то точные они так знаете там масло масляное то есть какие-то дни понятно что таким людям которые именно вот включаются и рациональное скажем начало свое включают очень сильно они но это как бы право полушарные такие до нативы то они безусловно вот она образы видела то есть она рассказывала что там где высокие дома где-то у воды проблема то есть значит мы уже не будем рассматривать континентальные какие-то но показатели которые там проходят через ну например там центр россии там смотрите так далее смысла этого нет то есть это надо смотреть где есть разломы потому что она рассказывала что это вулкан начнется с вулкана закончится зеленотрясением и наводнением но видно цунами то значит это однозначно какие-то прибрежные территории кроме этого она озвучила 15 июля плюс-минус три дня так вот любопытен факт если по дате посмотреть что я потом кстати в конце сегодняшней передачи озвучиваю как раз у меня есть расчеты евро доллара там опять очередного их него противостояния так вот любопытен факт что именно до 15 июля идет укрепление евро ну там несколько дней то есть мы как понимаю когда доллар падает а евро растет значит в мире спокойно а именно с 15 июля 15 16 до 19 идет укрепление доллара значит в это время где-то произошла нестабильная ситуация раз опять капиталы побежали в доллары то есть из того места где произошла какая-то катастрофа то есть во первых по срокам можно сдвинуть что это до 15 маловероятно вероятно это произойдет после 15 в течение вот 16 17 18 июля по территории я построил астрокартографическую проекцию планетных линий на новолуния по тут есть не буду сейчас озвучивать все по каким параметрам это сделал в общем есть линии планетные катастроф таких крупных и они проходят именно через те территории которые соответствуют озвученному то есть у воды и где повышенная тектоническая какая-то такая особенность это во первых индонезия япония раз во вторых во вторых центральная америка то есть именно панама вот карибский бассейн и 2 вы не поверите средиземное море то есть между италии и греции но там же там же был какой-то тоже вулкан что минойскую цивилизацию снес вот то есть там и так ну то есть это не мере то есть нас там так это не может быть невозможным вот эти территории которые такие нас на самом деле да это гибель помпеи это вулкан этно и в общем то и были прогнозы действительно о том что в общем то он не спит да там повышенная температура пошла на дне средиземноморья булькает там он нагревается да так что ситуация такая да поэтому на средиземное море вот у нас обычно как-то популярно люди едут на круизы а сейчас же лето и каникулы с детьми едут в общем то вот если мы такие вот прогнозы как будет будем учитывать то ну так сказать можно быть осторожным нужно быть осторожным да вот а что что касается индонезии вы говорите там таиланд близко же было там же было в общем то она проходит вот так по с юга ну как раз по такой кривой идет с юга с юга с запада на северо-восток вот туда на японию проходит эта линия вот именно катастроф поэтому вот такие основные а через америке она проходит через центр америки америки южная и северная поэтому только где вот воды это уже но вот здесь именно карибский бассейн через кубу прямо на проходит вот понимаете то есть значит все что вокруг кубы где-то там в тысячу милю вот это все есть опасность это южное побережье соединенных штатов это моя флорида кстати флорида кстати тоже да флорида майами и в общем то у нас довольно популярные так чтобы я рекомендовал можно скажу потому что сейчас ко мне вот обращаются как раз заказы идут по плану такого куда поехать отдыхать именно не только из-за этого вообще вот там и с турции обострение куда ехать и вот любопытно по личным прогнозам видеть то есть если человек увлекается какую-то катастрофу у него должны быть показатели что у него там трагедия в том месте вот поэтому на хочу сказать что в принципе можно определить но по контингенту который будет вовлекаться потому что вы помните когда была катастрофа вот это в 2004 году в декабре да там в конце 2004 года вот цунами это крупное было вот там где-то хукет вот эти места погибло сколько там более 200 тысяч человек но официально по крайней мере это сумму очень большие жертвы и если то есть по астрологической логике у них у всех без исключения должны были быть показатели гибели к массовой катастрофе друзья мне нужно будет тогда сейчас еще раз напомнить о том что мы беседуем на интернет портале сангейтс радио сангейт центра и это тройное w сангейтс радио . com это skype сангейтс 1 08 по английский сангейт солнечный оборот на конце буквы сангейтс 1 08 если вы хотите задать свой вопрос андрею бухарину мне возможно поскольку в общем то много у нас людей которые разбираются таких вещах то пожалуйста пишите звоните даже это 1847 226 9956 ну и фейсбук но у нас тоже сангейтс радио пожалуйста там можно это тоже в общем то обозначить все и задать свои вопросы ну вообще так говоря мы планируем еще вот такую ну не секрет это но тем не менее у нас планах есть прямой не просто эфир то что мы беседуем с андреем сейчас вдвоем а такое живое так сказать уже участие то есть мы сделаем ну типа как сейчас это принято говорить вебинар то есть на интернете мы сделаем живое общение андрей вычислить благоприятное время такого вот события и мы объявим пожалуйста это будет и на фейсбуке это будет на сайте андрея это будет на сайте сангейтс центра сангейтс радио и там можно будет в общем то вообще-то говоря прямо вот прямом эфире задавать такие вопросы андрей ну хорошо это очень интересно вообще надо сказать о том что событий будет действительно у нас много нестабильности какие-то вот есть но сотрясение мы вот подходим уже к третьей части нашей программы не только в геополитической сфере не только в климатической и финансовой то есть мы с вами беседовали и вы занимались и занимаетесь в общем-то анализом как раз соотношение валютного рынка соотношение евро в частности и вот как в этом плане кстати мы с вами беседовали так сказать частным образом и вы говорили и с точностью буквально до одного дня действительно это было о том что доллар идет против евро вверх ну и надо сказать это есть такое понятие форекс и на форексе в общем-то люди участвуют и так сказать торгуют ну что сказать это способ в общем-то зарабатывать деньги для тех кто ну не хоть не хочет ходить на работу от восьми до пяти или там семи там до пяти и так далее так вот что будет происходить вы уже сказали да о том что вот евро до конца там скажем 15 июля вот до конца этого цикла будет идти по сравнению с долларом будет идти вверх правильно да у него показаны то есть у доллара скажем график доллара начинает где-то с 3 4 числа июля ну скажем так и типа нисходящий то есть ослабление его сил а то есть вот до этих до этих чисел он еще будет как я понимаю вот то движение которое сейчас идет там 111 где-то вот такое какой-то флэк такой вот со слабым слабеньким укрепением вот у меня открыт график прямо сейчас 118 я могу сказать да что он упал сейчас на 37 пипс она упала было значительно больше было уже в общем то на ну больше так вот тенденция как вы говорите будет идти пока вот эти несколько дороги большой будет вот до 4 5 июля а после 4 5 июля особенно после 5 начинается заметное укрепление евро и ну в этом скажем противостоянии то есть меняется тренд разворот проявляется до 15 числа вот интересно что именно с 4 июля кстати там еще новолуния а это тоже даты такие вот интересные новолуния полнолуния и мы сейчас увидим что до новолуния вероятно доллар сейчас будет немножко укрепляться может дойдет даже там до сколько сейчас там 1 10 может даже 19 быть вот 109 и нет вы имеете ввиду евро но я имею пара евро доллар до но именно а потом именно две недели усиление евро идет до 15 числа и вот любопытно что именно перелом такой опять расхождение схождение графиков которые объясняют конвергенции дивергенции вот эти которые объясняют что в это время перелом смен тренда идет он происходит как раз где-то вот на уровне пятнадцатого шестнадцатого числа когда доллар идет резко вверх а евро идет резко вниз вот кстати косвенный показатель значит что в мире где-то опять что-то произойдет но в данном случае в европе потому что кстати эта линия катастроф проходит прямо через центр европы то есть там очень вероятно проблемы с германской экономика либо политической жизни германии ну какие-то события могут быть даже по по французскому сценарию скажем так вот а потом где-то 20 около уже 19 20 июля опять смена тренда идет доллар то есть разворот евро вверх доллар вниз и это буквально где-то на 1 2 дня и начиная с 23 24 июля по 26 очень сильные показатели на рост доллара потом как смешанный показатель в конце вот такая тема дорогие друзья если вам это интересно то вы можете попросить я думаю что андрей мне пришлет вот этот график и мы его можем даже показать в общем-то на наших сайтах на фейсбук можем показать и кому это интересно ну я в общем-то знаю кому интересно поскольку есть люди которые этому учатся вот более того даже учится у меня поэтому ну я проверить это как раз можно проверить и в дальнейшем уже набивать статистику насколько эти вот мои расчеты они близки к тому потому что в прошлом месяце нет приятно попадание было первые четыре дня рост доллара 9 пик падение с 23 на 24 конкретно у меня в твиттере там написан это дата была я ожидал на 29 число укрепления доллара но на слабенький вот какой-то вот сегодня 30 июля она присутствует такое ну так но вообще реально это даже не укрепление это боковик идет сейчас плен если так назвать своими вещами то есть можно сказать что вот именно 30 число на как-то так смазанным проявилась не очень внятно усиление какой-то доллар но то что 23 на 24 там насколько там пунктов за один день там бухнул заметно да во первых как мы знаем у нас было очень там серьезное событие у нас я имею ввиду в мире это англия проголосовала за выход из европейского союза да это называется и соответственным образом это отразилось буквально на всем то есть в течение двух дней если мы говорим об индексах маркет полетел очень серьезно чуть ли не на тысячу поинтов два с половиной дня но сейчас вот два с половиной дня он развернулся и кардинально идет вверх то есть вот как он летел вниз пулей стремительно так теперь он точно также отскочил и как на батуте и летит точно производства правильно говорю то есть мировые индексы типа дау джонс вот индекс 500 он называет а я говорю про валютную пару евро доллар то есть она назад евро не не это самое не восстановил позиции которую он провалился нет нет но значит английский фунт полетел резко вниз да если с ним резко вниз полетел и евро но на каком-то этапе за все это затормозилось на каком-то этапе она пошла вверх то есть вот тенденция такая если удержится вот этот вот нижняя точка то в общем то можно предполагать и какая-то вот точка после этого отскока с которой мы пошли после этого сейчас стабилизируется будет вверх пробита мы можем прогнозировать что евро будет подниматься до определенных уровней ну я хочу сказать если мы уже об этом говорим существует в общем то как везде две оси да две оси существует ось иксов и ось игреков вот ось игреков вертикальная ось это уровни стоимости цены любых инструментов то ли валюты то ли это индекса а горизонтальная ось это время поэтому дорогие друзья очень важно знать наши циклы циклы под которые могут соответствовать естественным образом политическим каким-то событиям вот отпускам то в том числе и в то же время кто кому это еще раз интересно и кто этим занимается то на бирже можно тоже в общем то каким-то образом участвовать андрей что бы вы хотели еще добавить в этой связи я хотел бы добавить как раз что вот то что когда был вот этот у нас разговор что кто перетянет одеяло фунт или евро казалось что не оба казались по одну сторону баррикад от доллара она подтверждает выводы что мировые валюты которая дороже американского доллара стратегически идут на снижение то есть они не сразу как нелинейно это идет вниз а это идет в принципе на снижение потому что мы уже озвучивали что и были пики когда фунт практически в полтора раза дороже доллара был евро там почти в полтора раза а сейчас они приравниваются к один к одному то есть есть вот такая точка зрения что стратегически будут все события какие будут происходить политические либо там ну скажем форс-мажорные какие-то такие техногенные либо там военные они все будут работать на то чтобы валюты которые дороже доллара падали а доллар возвышался я живу про единую национальную валюту которым это как бы подводится это все дело вот поэтому здесь тоже трейдеры должны понимать что высот каких-то в другую сторону серьезных движений того же евро или фунта ожидать но в принципе нет как бы это фундаментальная даже техника прогноза на не астрологической что в принципе не может быть потому что они идут как раз один к одному особенно для фунта это очень ну скажем так заметно потому что фунта был практически в полтора раза дороже евро то есть доллара и сейчас он идет на снижение на снижение если я сейчас озвучу прогноз что будет фунт один к одному к доллару да то есть значит какие-то события должны произойти великобритании что фунт должен упасть и есть точка зрения что великобританию отцепили от ес это только хуже ес а я вот склоняюсь к другой точке зрения что это не факт что это хуже но только евросоюзу здесь очень бегство капитала из великобритании очень есть в гонконг идет очень сильно и постепенно то мы знаем что там есть например остывает гельстрим то есть климатические перспективы если так на десятилетия вперед посмотреть они они очень благоприятные а вы еще задумывались например вот у нас есть такая корпорация газпром которая строит и строит трубы трубопроводы в европу вот вопрос вот на что по идее рассчитывают их не аналитики если потребление как бы углеводородов снижается население в европе не растет промышленность но схлопывается производство потому что мировой кризис а объемы газа который планируется туда поставлять практически ну там не то что там удваиваются они какие-то они не соответствуют потребности это может быть только в одном случае тем более газпром берет кредиты на это и самое любопытное если вы отслеживали его акции они какого понятно с кризисом они упали за последние пять лет они плавно растут в цене вопрос возникает а с чего бы это было то есть перспектива углеводородов не очень рынок падает потребление падает кредитная задолженность растет а капитализация тоже растет ответ может лежать только в той плоскости что значит они знают что рано или поздно наступит экстра спрос на газ и где они скажем так отыграют за все скажем там бедные годы свои а это может произойти только в том случае если будет очень сильное похолодание потому что европа она это не россия у нас здесь стены по полметра бетон батареи везде мы тут морозы привыкли же а там что там за стенки там такие хибарки рассчитаны на теплый климат никаких нет коммуникаций никаких нет теплопроводов там трубы метровый диаметр толщины и так далее так вот случае если действительно что через несколько лет произойдут климатические какие-то серьезные катастрофы которые вызовут очень сильное похолодание в европе то естественно во первых валюты эти упадут во вторых будут покупать газ по любой цене потому что будет стоять вопрос так приказано выжить они то что мы купим мы не купим поэтому знающие корпорации в общем-то и готовятся к этому потому что у них наверняка есть но в свои там буйки эти всякие стоят не знает о монолитику снимают же движение мирового океана тогда вы знаете мы как раз на эту тему говорили с ларисой суверонов и мы говорили о том что ну она говорила что в гренландии там в общем то что там северный ледовитый океан там уже травка там где-то там зеленеет но мы знаем о том что вы как астролог и тем более знаете 26 тысяч лет цикл у нас закончился но это правда в соответствии с там с физическими скажем астрологическими там соображениями и в общем то так полюса могут меняться поэтому сейчас что-то все происходит такое серьезное это может быть еще не скоро но вот такие вот вспышки всплески они происходят андрей я задавал ей вопрос по поводу сирии я недавно смотрел одну программу мне она заинтересовала был такой фильм он был переведен на русский язык тоже он назывался тиран то есть там где-то находится одно какое-то непонятное арабское государство с непонятным там именем ну понятно что нельзя озвучивать да намек на все понимаем о ком да да и там что самое интересное вот умер президент да и значит два сына в этом тирана значит старший младший сын старший проживает там значит в этом государстве младший живет соединенных штатов но он приезжает туда и вот очень и очень совпадая с тем что происходит сейчас башарасов который не предполагался что он вообще и близко там не должен быть никаким президентом и вот что-то происходит в сирии то есть самолеты там что такое то ли то ли их сбивают или они просто так пропадают никто не знает это на самом деле ну нам об этом естественно не говорят но ванга предсказывала о том что если пойдет сирия то начнется очень серьезные конфликты типа мировой войны видите ли вы с точки зрения астрологии в этом регионе какие-то вот серьезные там события поскольку это будет отразиться действительно на все мере там постоянно какие-то конфликтные внутри уже внутри серии происходит но серия та серия это месопотабе это все то что в общем-то издревле было еще вот это вообще все начиналось как адам там изгнан был в общем это целая целая история длинная и далекая история но там что-то находится почему-то я начать такое там происходит и какие-то американцы туда лезут русские туда лезут что-то там пытается найти майкл я хочу сказать вот по поводу пророчеств ванга если можно так выразиться я читал ее книгу еще в девять тысяча девятьсот девяносто первом году она пророчеств который был сборник честно он скажу про сирию я там ничего не помню то есть это может быть после новодел недавний как бы уже вброс пошел в интернете потому что многие вещи знаете это из той же оперы что в библии написано про мишку меченого я всегда к таким умником подхожу скажите в какой главе библии какой стих или эту библию несколько раз прочитал от корки до корки до корки нигде я там не нашел про мишку меченого который развалит советский союз то есть но то есть это вот такие же мифы какие-то для знаете так для необразованных масс которые вот ну скажем такие есть люди которые как бы но не читали они вот например библию там не читали они действительно эти сборник выбор там же ванги собирал ее пророчество дочка этого тодора жив кого кажется она и под очень близких отношениях было она погибла странных обстоятельствах и после этого все аудиокассеты записями пророчеств ванги были изъяты из ее дома то есть фактически мы опять же как бы правильно сказали мы не знаем на самом деле что происходит то есть мы с вами не только мы а вообще все человечество заложники в средствах массовой информации который может просто нам показывать виртуальную картинку который в принципе там события то и не было фактического но нам скажем рисует и они показывают поэтому я заявлял и заявляю не первый раз чтобы я на первых средствах информации вообще не верю я всегда я звоню в то место у меня слава богу со всего мира есть ли клиенты или мои ученики или кто-то там просто знакомые я скажу а у вас там действительно там это началось или нет и мне рассказывают то есть как есть но без прикрас поэтому у меня уж такая точка зрения это не значит что они повсеместно скажем искажение ну например и ванги однозначно просили лично я я не помню чтобы это было выпуске ее сборника в 1991 году хотя он уже был скажем такой по чекам если так можно выразиться потому что настоящие аудиозаписи мы с вами не слышали они изъяты были спецслужбами у погибшей дочери того коммуниста первого лица болгарии так вот дальше если мы я я прошу прощения немножко ремарку дело в том что у нас в эфире был такой человек я с ним знаком его зовут тодор тодоров он участник битвы экстрасенсов и он был переводчиком в течение какого-то времени у ванги его очень хорошо в общем-то знала и мы с ним беседовали вот и он говорил о том что то что говорится то что пишется и то что мы видим по телевизору это все неправда то есть это все придумывать вот кому это надо кому это не надо это вопрос уже другой но это таки таки да не все нам да вот поэтому если мы дальше скажем будем рассматривать с позиции современности что он там во первых ближний восток это такой узел углеводородных стран таких которые построили экономику свою на нефти а так как эпоха нефти она заканчивается принципе и кстати вот норвегия с 1000 с 2025 года вы знаете в норвегии если не ошибаешь кажется норвегии вообще двигатели внутреннего сгорания все прекращаются продажи автомобилей только электромобили идут то есть уже скажем так в теме государства уже начинают переходить с двигатели внутреннего сгорания на двигать ну на другие скажем на электродвигатели то есть более экологичные более другие ресурсы другие энергии какие-то для движения извлекают так вот ближний восток естественно что так как он принадлежит к уходящей карьеры он будет ну скажем так по хорошему не изменится да потому что новые технологии эра водолея эра водолея она предполагает экологичность она предполагает как я понимаю в своем понимании что бережное отношение к матери нашей земле понимаете то есть вот сейчас с теми пустотами которые под землей ведь масса видео есть какие провалы пошли то есть это же выкачиваются оттуда нефть там я же не говорю когда гидроразрывом там этот идет газ какой-то технологии это такая опасная для жизни ой в америке очень много забыл ну когда закачивать химикаты под землю и разрывает слои и там этот газ выкачивают ну не важно ну кто знает тут то есть сам факт что она все очень вредно для природы для грунтовых вод наш то есть мы сами же потом это пьем и травимся а ближнем востоке уровень развития скажем этноса такой что они скажем качают и продают качает и продают или и в шоколаде и хорошо а это скажем так антибожественно то есть это антиприродную то есть это против земли раз так значит выбор такой стоит или человечество вы давайте меняйте технологии давайте вот генерируете энергию не из углеводородов там например там технологии тесла внедряйте там конце концов какой-то новые выборы они это делают если они это будут осознанно перейдут откажутся от вот этой иглы нефтяной и станут скажем божественный такой мы имеют божественные религиозные а именно сохранять мать нашу землю то есть именно не паразитарным способом скажем так жить на ней то они не будут конечно с ними ничего не будет а если они останутся свое эпоха уже будет уходить то начнутся естественно и военные какая-то там чистка этой территории либо там виде каких-то планетарных катастроф либо болезней и так далее и тому подобное то есть это неудивительно это знаете как как когда вот смена эпох была более меньших таких когда монархия в россии уходила и приходила на смену социализм я говорю что идея сверх идея социализма это было всеобщее образование подготовить кэри водолея надо чтобы народ был грамотный то белогвардейцы которые преобладающим большинстве были да там ну там сколько этих армии было вокруг петрограда это проиграли почему потому что они скажем защищали титаник монархии который уже шел ко дну уже смысла его спасать стратегически не было эпоха монархии прошла наступила эпоха индустриализации эпоха построения социалистического государства также и глобальные циклы которые не астат как вы говорили там тысячелетние они тоже ведут когда эпоха ошибку цикл это скажем так учебный год какой-то прошел и подходит экзамен там мы прошли там 12 там 10 11 12 лет куску пушку и все выпускной экзамен то что водораздел такой приходит если человек не меняется на этом водоразделе то его ну скажем так на второй год оставляют либо другое какое-то заведение там отправляет для более там не очень одаренных скажем тогда учеников поэтому я считаю что ближний восток это большая бомба замедленного действия где вспыхнет очень серьезная война вот именно по причине того что человечество которое населяет не я не вижу признаков изменения их в сторону скажем ментальности эры водолея и уровня сознания этносов которые будут жить в эре водолея то есть те силы которые нас контролируют они так не хотите по-хорошему будет по-плохому все равно надо земле перейти в этот урок ну скажем так экологичности то есть чтобы жить и я извиняюсь не гадить вокруг понимаете то есть это же надо понимать а это должно быть сознание я такой знаете часто говорю аналогию когда человек отождествляет себя с по религиозного там национального государственному признаку то есть это уже признак того что человек эры сознания потому что эра водолея это моя вся земля это мать планета я гражданин земли а не какого-то аула понимаете то есть сознание местечко вы мой аул моя вселенная но все это это клиенты титаника этого понимаете вот и все а зачистка клиентов на титанике она уже тоже техника как это будет происходить это вторично стратегически надо понять что мы где мы находимся на в эпохе то есть мы хотим вступаем ногой в эпоху водолея и какие требования есть кстати требования требования во первых образование требования умение принимать решения то есть уровень полномочий менеджмента делегируется на уровень ниже то есть не там что какой-то дядя гнать как часто любят говорить за вас есть кем думать так сказать кому думать не думайте как бы толпе а в эре водолея там горизонтальные связи власть также а в эре рыб она вертикальная когда надо обязательно там по цепочке кто-то передать не дай бог что кто-то там в этой цепочке нарушил эту вот иерархию все вот так вот а вы посмотрите например на те же страны которые на ближнем востоке там например такое понятие как байщина да такое там это ну там шах или кто там там это не искоренить какие свободные люди с этим сознанием уровень образованных людей должен быть не вот этих там пустынных каких-то я не хочу как бы переходить на какие-то уровень сознания выше должен быть он это должен быть образованным человеком во вторых свободолюбим а если есть ущемление по полу что слава богу что я не женщина родился о чем вы говорите о чем мы говорим то есть когда люди дискредит как бы унижают как были ограничивают в правах другого только потому по гендерному признаку но это звук это уровень сознания даже я не знаю как вот там средневековья какого-то понимаете уже не эра водолея даже поэтому естественно что исходя из этого неудивительно что там назревает скажем чистка такая но я хочу еще по циклам войн добавить успеваю там немножко что именно война вот которая началась 2011 году в ливии собственно сирия это продолжение этой войны она соответствует по циклам войн с испанской войной которая была в 1936 году что мне было в ней советский союз и гитлеровская германия тренировали своих пилотов асов там танкистов и так далее разминка перед боем то есть перед большой какой-то вот такой более там настоящим боем на ринге тренировка и так сейчас и происходит ну на самом деле в история знает очень много примеров если идти очень и очень далеко то это было дровидийская лемурийская цивилизации это было атлантида это было содома гамора так мы сейчас потеряли андрея вот но уже видимо сигнал нам о том что программа подходит концу я закончу тогда так сказать сам о том что действительно история знает примеров много и к сожалению так если будет земля так себя вести то будут какие-то санкции применяться и конечно это очень и очень неблагоприятно но но образование надо собственно говоря этим мы и занимаемся на нашем канале сангейтс центра даткам сангейтс радио даткам и те люди которые у нас участвуют частности андрей бухарин это как раз таки один из этих людей которые нам помогают образовываться даткам